приветствую всех на канале я наталья и сегодня у меня урок сборная солянка сегодня я покажу вам процесс работы покажу вам какие-то лайфхаки которые помогают мне оптимизировать работу и конечно ускорить и за короткое время сделать декор нескольким шаром ну что ж приступим и начну свою солянку сегодня с того что расскажу какие стразы я использую в цапах без холодной горячей фиксации я использую разные и в зависимости от того какой декор я делаю большие маленькие как бы с цапами в цапах без бывает так что у меня вот например вот здесь я использую вот эти идут без цап а вот эти идут в цапах вот например вот здесь тоже это в цапе здесь идет без цап ну вот большой без цапы иногда бывает так что камень в цапе но мне нужен именно вот этот размер или форма и я тогда снимаю если мне не подходит многие задают вопрос невысокий или получается узор когда вот именно в цапе и я его приклеиваю если просто его приклеить то немножко получается высокий но за счет того что я приклеиваю стразовую цепочку вот прикрываю то все очень смотрится вот так гармонично и ничего нигде не торчит но игру как если вы приклеите просто вот так то конечно это высоковато и вот вы видите я использую разной форму я всегда беру много вот такие большие упаковки брала у виктории вот у меня сейчас заканчиваются вот это вот именно вот эти каплевидные они подходят практически везде вот я их использую очень хорошая форма также я покупаю многие стразы здесь в америке тоже идут вот в таких упаковках но они у виктории тоже есть разные формы разного формата используя все что у меня есть и все между собой можно сочетать вы видели у меня также розовые стразы тоже половина идет в цапах половина без поэтому использовать можно все стразы что у вас есть и всех размеров из любого из любых форм и размеров можно сделать разную раскладку вот например вот здесь кажется что они одинаковые но это не так вот вы видите здесь у меня были вот такие каплевидные затем они у меня закончили здесь я добавила вот такие вытянуты поэтому вроде бы смотрится одинаково но я использовала то что было у меня в на кличе а сейчас приступим к процессу работы и второй вопрос который мне часто задают какой клей я использую в основном я использую уху power вот сейчас начала работать с е 600 производство америка мне нравится и для удобства переливаю в аппликатор очень удобно с тонким носиком вот здесь все снимается и как бы ничего не засоряется можно почистить только носик и всегда удобно работать у виктории они будут конечно перед работой надо все подготовить шары у меня уже филигрань приклеена и пришита и когда я начну работать обычно я выставляю вот таким полукругом это очень удобно до всех шаров одновременно дотянуться и все видно и перед работой обязательно поточите карандаш потому что карандаш когда постоит один-два дня вот эта часть уже не такая липкая и все время стразы с него падают а если вы свежие его поточите то очень легко работать и хватается легко и конечно перед тем как работать все стразы желательно перевернуть вот так на лицевую сторону чтобы вы не теряли время потом в поиске поэтому все у меня вот тут так разложено при работе клей я всегда держу вот так носиком вверх к низу и у меня никогда он не забивается я только открываю сразу надавливаю клей и снова в руку второй рукой всегда цепляю стразы и очень удобно работать не надо его все время дергать и клей не вытекает и в зависимости от того какой дизайн сейчас я уже много стала именно работать вот прямо на нашел сразу клей выкладываю 1 дизайна игрушки и затем уже вот прямо сверху то что я уже знаю какой дизайн у меня разработан и прямо вот так все постепенно здесь у меня идут шампань а здесь у меня идут а.б. вот сразу на все я выложила именно вот в этом дизайне где у меня вот это филигрань я сначала после верхней части подклеиваю вот здесь большой страз так как здесь у меня вот выемка вот такая и удобно страз садится я на обе игрушки наношу клей так поближе чтобы вам было видно вот это вот выемка наношу достаточно много клея чтобы он немного загустел так затем беру вот у меня выкладка вот это страз и сажу именно вот этой частью на так видно видно вот подвинула вот сюда как на 1 шар подвину чтобы было удобнее видеть вот таким образом у меня прямо садится и вторую вот в этой раскладке у меня здесь будут два больших страза один побольше другой поменьше поэтому мне надо сделать тут достаточно такую платформа вот я наношу один слой клея как бы просто его вот по всем вот этим чтобы клей немного закрепился и затем буду наносить второй более толстый слой чтобы сделать подложку и пока у меня тут все сохнет подвинул я приступаю вот к этим здесь у меня будет середине овальный страз 1 2 вот они достаточно крупный так поверну чтобы ничего у меня не сползала и сразу нанесу цепочку здесь я подготовила цепочку заранее наношу клей беру пинцет вот так на середину сначала выкладываю и затем соединяю уже края вот так вокруг здесь у меня уже немного укрепилась платформа клей и наношу второй слой получается достаточно много клея почему я сразу не наношу много если я нанесу много клей просто протечет через филигрань и испачкает мне всю игрушку поэтому вот когда первый слой подсох я наношу второй слой и тут получается такая платформа теперь я беру большой страз укладываю вот сюда и второй поменьше вот сюда и все пододвигаю так как у нас получается платформа там уже липкая то стразы не падают хоть они видите и неровные вот таким образом прикрепляются неровные стразы с ровными конечно удобнее работать но именно вот так чтобы все ровно лежала не заваливалась на бачок вот так вот я все приклеиваю и теперь когда вот эти камни у меня уже ровно лежат теперь я уже наношу клей по бокам и буду создавать заборчик как я называю вот можно туда даже клея немного здесь у меня предусмотрены вот такие стразы каплевидные как я уже говорила я заранее подбираю страза если это у меня вот одинаковые игрушки если что-то не подходит я конечно еще другой вариант или у меня закончились стразы ну вот заранее надо это все продумать потому что не так что в процессе работы вы ищите где вам какие стразы подходят это не работает это наоборот займет больше времени у вас и как бы будете дергаться туда-сюда вот все у меня тут приклеится здесь у меня другие страза и вот вы видите что пока у меня что-то где-то сохнет я не останавливаюсь я работаю дальше вот тут наносим на боковинки наносим клей чтобы тоже все у нас приклеилась все у нас держалась следующую так сейчас подвину чтобы вы видели именно вот это помогает оптимизировать работу и не тратить время на поиск или сидеть ждать пока все высохнет а вот так можно мне немножко тут все спуталась обычно у меня все ровно четко лежит сегодня снимала несколько ринз поэтому все тут немножко в таком бардаке обычно я люблю чтобы все было идеально вот например здесь у меня больше нету вот таких каплевидных сюда я буду приклеивать овальные и вот таким образом у меня происходит процесс работы когда мне задают вопрос сколько времени уходит на одну игрушку но невозможно сказать на одну потому что я одну не делаю я всегда стараюсь делать сразу много и это получается намного быстрее чем сидеть с одной и все время ждать пока что-то где-то высохнет так получается быстрее и часто задают вопрос когда я все успеваю сплю ли я конечно я сплю я люблю поспать сплю но как-то научилась всю работу оптимизировать следующий этап вот здесь у меня тоже будут каплевидные здесь у меня в цапах идут уже страза я наношу клей стараюсь вот и на боковинки и вот особенно где большой страз надо сделать заборчик хороший чтобы у нас все держалась вот у меня идут вот такие вот они в цапе с одной стороны и с другой поэтому вот советую всегда заранее все подготовить раньше я тоже искала в процессе работы стразы какие приклеить но сейчас когда я делаю много уже то конечно вот легче все это подобрать я часто показываю выкладки на столе вы можете их видеть красота здесь у меня будет вот такой большой камень поэтому я немного поворачиваю игрушки чтобы когда буду приклеивать он у меня не сполз также делаю платформу таким образом так завтра иду на маникюр отрасли рук ногти вот вы видите все у меня в последнее время падает неудобно работать тоже конечно помогают ногти во многом но вот именно сейчас немножко мешают так вот так и между вот этими стразами такие же каплевидные вот буду приклеивать тут можно сразу все приклеить сразу заборчик создаем видно 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 посмотрела в камеру для камера у меня прямо под носом 1 и 2 следующий этап у меня здесь вот идут камни такие вытянутые лисий глаз назовем их сразу наношу клей когда я знаю что один и тот же размер то я сразу могу нанести клей здесь идут чуть поменьше тоже нанесу сразу клей вот я наношу клей и на филигрань и на сами стразы чтобы все подклеить ничего у нас не должно отваливаться вот такие эти у меня сюда идут все пододвигаем чтобы все у нас было вплотную и внизу идут вот такие поменьше но вы тоже ориентируетесь на свое свою выкладку раскладку или что у вас филигрань какая побольше поменьше тоже надо от этого ориентироваться в голубом цвете у меня здесь идут хамелеон чеки наношу клей и вот подсовываю туда острием здесь наружу получается я создаю заборчик для вот тех камней которые вот для этого камня и все пододвигаем конечно когда я это делаю не на камеру это у меня происходит намного быстрее вот и здесь тоже будет хамелеон чек вот сюда с одной стороны и с другой стороны также идет вот этим острием наружу очень классные камни вот этих они подходят практически везде вы часто их видите у меня и так же поступаю вот в этом случае и вот у меня бывает что за два часа работы я делаю декор практически всем шаром который подготавливаю за счет того что вот я занимаюсь одним делом не дергаюсь возвращаюсь вот к этим шаром здесь мне также надо сделать заборчик поэтому я здесь буду подклеивать вот свои любимые стразы острием внутрь так как острие поддерживает камень вот туда вот здесь я решила изменить направление страза поэтому я его сняла повернула для удобства себе заготовку и вот приклеиваю следующий тоже острием вниз острие уходит вниз и как бы делает поддержку камню и вот сюда тоже у меня будет острием вниз вот таким образом и вот вы видите камень полностью заборчик есть и все держится получается очень красивая выкладка возвращаюсь к этим шаром тоже для удобства я их вот так переверну вы уже в процессе работы будете сами понимать как вам удобнее работать надо что-то переворачивать или нет наношу клей и создают тот же заборчик вот беру страз и подсовываю под низ острием вниз следующий беру вот сюда прямо под стразе на наношу клей так одну и вторую и все вот туда укладываю поправляю вот и также поступаю на 2 эти у меня почти готовы здесь еще будут мелкие стразы но мелкие стразы я откладываю на потом сначала я все крупная сейчас вернусь к вот к этим заготовкам и затем я уже рассыпаю мелкие и продолжаю работу теперь приступаем вот сюда здесь уже каждый смотрит на то в какую сторону лучше укладываются стразы можно их укладывать острием вовнутрь можно снаружи в наружу вот у меня в этом случае будут вовнутрь обязательно надо заполнить вот эти пустые места чтобы ничего не просвечивалась и тем более если вы филиграй пришиваете хотя ее всегда надо пришивать и теперь снова мне надо создать вот здесь заборчик с одной стороны с другой стороны наношу клей для удобства переверну вот туда прямо вовнутрь обязательно чтобы край стразе на приклеился и все у нас там удерживал чтобы большой страз никуда уже не уходил не плыл и все у нас держалась все подклеивается и к филигране и между собой и еще один вот сюда так почему-то мне нравится наоборот вот я сниму этот камень держится уже намертво так все сняла мне понравилось когда они лежат наоборот вот и вот сюда теперь нанесу и вот что получается но очень красиво заборчик сверху мы сделали теперь надо сделать заборчик снизу вот я сейчас думаю наверное добавлю еще каких-то камней помимо вот этих каплевидных и буду это я делать из того что у меня есть в наличии в цапах вот можно добавить мелких я также где-то рядом расступаю вот у меня есть вот такие мелкие вот именно их сейчас я примерю то что вроде бы я делала раскладку он но в процессе работы конечно же что-то всегда меняется вот сюда мне идеально подходят они и нанесу клей и именно их я и приклею вот очень красиво и теперь уже под клею вот эти сразу которые плоские острие внутрь чтобы вот это вот держалась все тут красиво смотрелось и также вот здесь под клею еще один тоже острие внутрь ну это надо смотреть уже по вашей раскладке что вам больше подходит вот что получилось и обычно вот эти стразы которые мне остаются я их не разбираю по отдельности на это уходит много времени у меня вот здесь с одной стороны куча всяких вот этих страз и когда мне надо иногда я просто пододвигаю эту кучу сюда и выбираю подклеиваю если разбирать на это уходит много времени и у меня есть вот такие мелкие золотые стразы покупала на алиэкспресс ссылку на них оставлю и сейчас задекорирую некоторые такие мелкие моменты их практически не видно но они все-таки украшают как бы немножко дают свой блеск поэтому я наношу клей и вот так точечно их подклеиваю не продолжаю работу и на эти шары я также подклею немного страз как я уже говорила их практически не видно но они все же дают свой блеск именно по вот это филиграни я их и приклеивала это можно сказать ювелирная работа и за счет того что я сыплю на бумажку страза мне не надо собирать их по всему столу просто засыпала в пакет очень быстро и теперь мне осталось подстричь бантики я всегда сначала стригу одну сторону подрезаю не стригу подрезаю и затем вторую сторону так мне получается намного удобнее и ровнее конечно обрабатываю огнем как говорится раз уже взяла зажигалку в руки то все сразу и обжигаем и затем вторую сторону итак продолжаю работу и на сегодня этот декор я закончила отправляю сушиться все до завтрашнего дня и надеюсь что мои какие-то советы какие-то лайфхаки помогут вам ускорить работу и и оптимизировать если вам интересно такие форматы уроков пишите мне буду делиться своим на своими наработками которые я уже занимаюсь пять лет именно столько я занимаюсь игрушками в начале это было просто увлечение а потом все это переросло уже в работу а на сегодня все творческих успехов вам и конечно хорошего настроения и мне будет очень приятно если вы напишите свой отзыв пока пока